Вот она, модель идеальной большой дружной семьи, где царит любовь и взаимопонимание, скажут те, кто не знает предыстории появления этих фотографий. Вы удивитесь, но все эти ребята – воспитанники детского дома, и на самом деле пережили в своей жизни достаточно много не самых веселых моментов. А началось с того, что хозяйка салона красоты «Салют» Татьяна Сельдемирова решила повесить над рабочей зоной новые светильники. Стиль подсказала очередное увлечение, но расписывать белые плафоны она решила с детьми и просто отправилась в Шереметьевский детский дом. А победителям пообещала подарок – профессиональную фотосессию. Она очень добрая и милая. Чему она вас научила? То, что не нужно стесняться, то, что нужно всегда следить за собой, быть аккуратной. Из 22 участников только четверо оказались в финале. Десятилетняя Настя, например, никогда таким творчеством раньше не занималась и очень смутно представляла себе, как будет выглядеть ее подарок. Просто хотелось, чтобы на мою лампу смотрели хотя бы. На самом деле все гораздо глубже. Многие воспитанники детского дома всю жизнь мечтают о том, чтобы на них обратили внимание. Сначала мы все стеснялись очень, потому что впервые. А вообще сам процесс очень понравился. Потом такие эмоции были. Мы потом приехали, всем рассказывали. Нам все говорили, о, какие вы красивые, все такое. Максим оказался единственным мальчиком в этом цветнике. В свои 13 он мечтает стать знаменитым футболистом. Сейчас болеет за ЦСКА. Лене 15, самой старшей участницы Кристине уже 17. Они смогли просто показать себя изнутри. Им было комфортно, им было удобно. Они не стеснялись, они были молодцы и чувствовали себя достаточно уютно. Если обратить внимание на фотографии, дети абсолютно босые. Они одеты во все белое. Скандал. Да. Это как бы хотелось показать их такую вот чистоту. Я подумала, что это какие-то модели. Очень красиво, очень стильно, очень модно. Такие красавицы. Очень понравилось. Ради создания модельной внешности Татьяне Сельдемировой пришлось пойти на рекорд. Сделать 9 причесок за час. Образом ребят занялась ее подруга Оксана Пшеничная. Хотелось что-то подарить им чистое, белое, безупречное, идеальное, может быть, в жизни. Потому что цвет белый – это цвет милосердия. И здесь они, в общем-то, выполнили все свои задачи на 100%. Они отдали тоже свою душу и частичку сердца, участвуя в этом конкурсе. Я сделала им красивые стрижки, кого-то покрасили. Но все было так, в рамках возраста и дозволенности, то, что можно было сделать детям. Мне очень понравилось, особенно мне понравилось, когда нам купали одежду. Оказывается, эти ребята уже имеют представление о красоте. В арт-студии «Домовенок» шьют одежду из подручных нетрадиционных материалов. А потом ездят с дефиле по всей области. Одна из выпускниц детского дома даже участвовала в показе самого Юдашкина. Очень хочется пожелать этим детям не нуждаться в легендах о прошлой жизни, а испытывать настоящие эмоции и хранить реальные, добрые воспоминания. Надо стремиться делать добро ежечасно, ежесекундно и ежемгновенно.